Всем привет! Сегодня попробуем поремонтировать изолитик. Аппарат довольно свежий, модель каленова 300-15 EBR. Со слов владельца на клавиатуру пролили жидкость, и после этого он не включается. И тут же мой первый совет. Если на ноутбук попала жидкость, то сразу же нужно отсоединить зарядник и аккумулятор. Затем следует его немедленно разобрать, осмотреть материнку и отмыть, если требуется. Важно, что это все необходимо сделать, даже если ноутбук на данный момент включается и работает. Последствия залития могут проявиться через несколько дней, недель или даже месяцев. Давайте подключим зарядник и попробуем включить. Так, реакция на кнопку есть, но изображение отсутствует. Будем разбирать и смотреть насколько все плохо. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok При разборке была непророжденная заводская пломба, значит в него никто не лазил. Это хорошо. Осмотрев системную плату, обнаружены очаги коррозии в нескольких местах, самые обширные в районе мультиконтроллера. Для начала попробуем отмыть всю эту гадость. И тут мой второй совет. Нужно именно отмывать и отскабливать, а не ложить технику в рис, гречку, перловку или что там еще вам насоветовали на форуме домохозяек. Что за идиот такое насоветовал? Если так хочется во что-то положить, то сгоняйте в ближайший обувной и навытаскивайте из коробок с кедами пакетики с лекогелем. Вам это не поможет естественно, но зато это реально логично, потому что он предназначен для борьбы с флагой. Итак, мы малость отвлеклись. Берем жидкость для мытья стекол и наносим ее на очаги коррозии. Подождем 5-10 минут, чтобы окислы начали растворяться. Я категорически не рекомендую для отмывки использовать различные растворители, потому что некоторые жидкости, которыми залили ноутбук, при реакции с растворителями наоборот еще сильнее засыхают и образуют корку, которую можно удалить только от скабливания. Затем берем щетку с мягким ворсом и аккуратно чистим. Зубная щетка не всегда подходит, так как она жесткая и некоторые подгнившие элементы можно запросто ей снести, а вы потом будете ломать голову, был там резистор или нет. Далее мы салфеткой вытираем плату и выдуваем остатки из-под элементов. Обычно мы это делаем компрессором, но как вы поняли, груша для чистки оптики отлично подходит. Также можно использовать баллон с сжатым воздухом. Важно именно сначала выдуть всю грязь перемешанную со средством и уже потом сушить феном. Теперь посмотрим под микроскопом, еще раз. Вроде бы все чисто и все на месте. Пробуем запустить, кто знает, может чистки было достаточно. Подключаем все необходимое и нажимаем кнопку включения. Ага, все то же самое. Кстати, я подключал посткарту в разъем Wi-Fi, там все было по нулям. На видео этот момент не попал. Когда я осматривал плату под микроскопом, мне не понравился один резистор. Уж сильно он подгнил. Посмотрим на схеме его номинал. Так как позиционное обозначение отсутствует, попробуем его отследить до ближайшего крупного элемента. В данном случае это мультиконтроллер. Дорожка от резистора идет на 48-ую ногу. Судя по схеме, это нулевик. А у меня этот резистор не звонится, значит отгнил. Я поставлю туда новый резистор, но можно и просто перемычку кинуть, так как это нулевик. Теперь пробуем еще раз запустить. Уже есть постсигналы, значит плата ожила. Подключаем матрицу и снова пытаемся включить. И вот чудо, появилось изображение. Далее мы подключим все необходимое для запуска Windows и протестим аппарат полностью. Аппарат, как видите, готов. Мы его уже протестировали, погоняли в различных бенчмарках. Все отлично, все работает, все здорово. Ремонт, как видите, оказался несложным. Многие сейчас начнут вопить, это ненадолго. Вот не надо вот этой истерии насчет залитых аппаратов. Они довольно-таки хорошо поддаются ремонту и служат еще долго и счастливо своим клиентам. Ну а на этом все, это был плановый текущий ремонт ноутбука. Довольно-таки легкий. Если видос понравился, поставь лайк, не понравился, дизлайк. Можешь подписаться на канал. Если есть вопросы, жалобы, предложения, пиши либо в комментарии, либо по указанным контактам в описании к видео. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok